Подвели итоги производственной деятельности предприятия в целом. Наградили самых спортивных и творческих сотрудников. От души повеселились. Во Дворце культуры имени Костевича сегодня свой профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства, отметили работники Ирбитского молочного завода. Назову только несколько цифр. Объем реализации у нас будет по итогам года в пределах 7 миллиардов. План по прибыли мы выполним плюсом 50% к тому году. Поаплодируйте сами. За сухими цифрами огромная работа всего заводского коллектива, который еще раз доказал, что способен выполнять и даже перевыполнять поставленные задачи. Поэтому и на следующий год планы не менее амбициозные. И это огромный плюс не только для самого завода. Ведь успешно работающее предприятие – уже настоящий бренд города, обеспечивающий его узнаваемость далеко за пределами Среднего Урала. Продукция, которая производится на Ирбитской земле, всегда отличалась высоким качеством. Будь то это мотоциклы, лекарства, но продукция Ирбитского молочного завода занимает в этом списке, конечно, особое место. При ежегодном увеличении объемов выпускаемой продукции это никогда не отражается на качестве. И вновь благодарственные письма и почетные грамоты, которыми региональные и городские власти отметили тех, кто в течение всего прошедшего года добивался максимально высоких результатов в своей работе. От итогов же производственных перешли к подведению итогов спортивных. Именно к этому дню ежегодно подсчитываются результаты самого массового спортивного мероприятия в жизни завода – «Спорткиады», в рамках которой соревнования проходят почти круглый год. В этом году ее победителем стала команда администрации. Ну и, конечно, не обошелся вечер без творческой программы, подготовленной к празднику всеми подразделениями завода. Темой представленных номеров стал театр, хотя, безусловно, главная театральная премьера состоялась накануне, когда коллектив завода представил на суд зрителя спектакль «Ночь перед Рождеством» по одноименному произведению Николая Гоголя. Ох, несравненная салоха! Ох, изумрудная салоха! Ох, обриятная салоха! Ах так? Если вы сейчас же не согласитесь удовлетворить мою срасти и добудется наградить, то я готов на все, я не раз пробую, а душу отдам прямо в пекло. Ну и впечатление самое восторженное. Во-первых, интересная тема, красивая подача. И что самое главное, это сделано силами коллектива. Коллектива не профессионалов, но они отработали с такой душой и вдохновением, что вы сами видели. Зал доволен, овации. Артистов благодарили стоя. Это фантастика, потому что ярко, зрелищно, интересно, заразительно, увлекательно. Я с большим вниманием и с интересом смотрел на сцену, потому что талант, он талантлив во всем, как в продукции, в производстве, так и на сцене. Есть с чем гордиться ирбичанам. К слову, вполне возможно, что в спектакль этот смогут увидеть не только сотрудники предприятия, но и самая широкая аудитория ирбичан. Ведь руководство театра не скрывает своего желания включить постановку в репертуар. А с учетом успеха на премьере это вполне возможно. Юлия Берсинева, Евгений Пресижнюк, Павел Тимофеев, НТС «Орбит». Редактор субтитров А.Семкин